Нашим телезрителям хорошо известна группа «Пульс Вечности». Не раз на Первом Православном мы рассказывали о творчестве этого коллектива. В Санкт-Петербурге в Духовно-Просветительском центре Покровский составился их большой концерт. Среди зрителей были и наши корреспонденты. А между тем уходит время. За горизонтом мы будем так. И тяжелее, и пошагнее. И мы с собой нехотруем. Мы упражняемся сожжем вверх. Мы замечаем за собой, как в этих грустных ночленьях. Мы пребываем в день тут скоро. Пользуем он. Дела в химии все наполняют чаши зла. Так, как души иногда такие. Группе всего шесть лет. Но за этот очень небольшой срок сделано очень много. И главное, несмотря ни на что, они никогда не изменяли своей главной линии. Каждая песня – это прославление Господа, православной веры и отчизны. В 150-м псалме говорится. «Хвалите Бога во святых его, хвалите его во утверждение силы его, хвалите его во псалтирии и гуслях, хвалите его в темпанах и лице, хвалите его во струнах и органе, хвалите его в кембалях доброгласных, хвалите его в кембалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа». Что ты считаешь самым главным в своем творчестве? Это, наверное, разговор о Боге. И дать людям понимание этого. И понимание того, что самое главное – есть спасение души. Конечно, нам всегда было интересно, почему группа называется «Пульс Вечности». Не раз задавали мне этот вопрос. Можно по-разному на него, конечно, отвечать. Но прежде всего, это посыл. Когда на грани, скажем так, человек находится на грани, и вот мое творчество – это немножко такое размышление для него, что за гранью бытия, что нас ожидает, да? Нас ждет вечность. Поэтому сообразно творчество и музыке, которую мы делаем, по-моему, «Пульс Вечности» очень подходит. В каждом из нас бьется сердце, и если оно бьется для Бога, значит и у нас бьется пульс Вечности.